Омские велодорожки Супер замечательные, потому что у нас есть и олимпийские чемпионы, но некоторое время назад в городе появились шикарные спортсооружения плоскостные в виде велосипедных дорожек и соответственно эти велодорожки стали очень популярны. При популярности этих велодорожек мы видим, что нужно еще и организовывать велодвижение и соответственно родилось такое мероприятие. У нас праздник, день символа нашей страны, день плага Российской Федерации, но и в том числе мы за спорт. Мы за здоровый образ жизни, мы молодая гвардия Единой России, поэтому решили сделать такой формат интересный. Позвать молодежь, позвать неравнодушных жителей нашего города на такую спортивную массовую акцию, ну и позвать всевозможные спортивные коллективы, танцевальные коллективы, чтобы это был праздник, чтобы это было веселое настроение жителей нашего города. На старт ночного пробега вышли около 300 велосипедистов-любителей. Причем «Велая ночь» сумела объединить не только омичей разных возрастов, но и гостей из других регионов России. Я сюда приехал в гости, я сам из Новосибирска. Люблю очень на велосипедах покататься и замечательную акцию, я такая узнал. Праздник тоже классный. Это же первый велопробег ночной в Омске, поэтому очень интересно стало. Тоже постоянно катаюсь на велосипеде, вот решила поучаствовать. Участникам предстояло преодолеть дистанцию от Тобольских ворот до парка «Зеленый остров» и обратно. Итого порядка 6 километров. На протяжении всего пути велосипедисты дарили прохожим отличное настроение и эффектное зрелище. Сотни светящихся точек окрасили эту ночь новыми цветами. Я веду активный образ жизни, поэтому я участвую в разных мероприятиях, стараюсь принимать участие. Спасибо организаторам. Акция очень понравилась, проехала хорошо, готовилась заранее, хотела быть красивой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА